господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 1074 события дня эпиграф римлянам 8 9 но вы не по плоти живете а по духу если только дух божий живет в вас если же кто духа христова не имеет тот и не его 1 коринфянам 6 19 не знаете ли что тело ваше суть храм живущего вас святого духа которого имеете вы от бога и вы не свои вот эти слова эпиграф для православных в основной масти да и даже для священников то превратно понимают и но вот это то о чем серафим саровский говорил стяжание духа святого не евангельское слово но на самом деле это самая суть выражена за двадцать четвертое ноября 2018 года наше объявление объявление это сказали чтобы мы дали его игорь пишет мир вам и дать и тихо на счет открытым оком том 2 глава беседы с сектантами и поражаюсь как все подробно сделано вопросы и ответы расписано во свете библии такого в интернете не найдешь я скажу что то что вот если не найдешь просто но нет этого не то что это благодать божия тогда ладно подробно беседы с вопросами с сектантами вот я вижу тут более так по слову божию олег стене его говорит а остальные говорят и как будто никогда не встречались и которые так фальшиво отошли от сектантов пришли в православие они считают у них и крещение правильное если спасение такое же они церковь да зачем же ты пришел сюда в основном то у них лучше словом божьим занимаются но один мне пишет женщина это только такое зло и там проще счета видимо обжегся не один раз и хорошо я говорю довольствоваться могут женолюбцы жеребцы что не утонули окончательно мой ответ ему дмитрий ответ на злобные выпады в адрес игнатия тихон еще такой должен быть вроде это новый человек совсем тогда праведник с великим дерзновением станет перед лицом тех которые оскорбляли его и презирали подвиги его они же увидев то есть уже на суде божьем все смутятся великим страхом изумятся неожиданности спасения его и раскаиваясь и воздыхая стеснение духа будут говорить сами в себе это тот самый который был у нас некогда в посмеянии притчи поругания безумные мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину бесчестную как же он причислен к сынам божиим и жеребия со святыми премудрия солмона 5 1 6 я когда тоже читал эту я понял это ко мне относится которые нападают они совершенно ничего не знают я заблокировал груза последнее время шесть с половиной тысяч человек просто ну самый простой ролик такой там где-то или дети еще это скверно одна и где-то близко близко все это оторвется только прошу господи не накажи их в вечности а здесь как тебе угодно обрати их виталий средства массовой информации реагирует по логике мп должна последовать публичная порка что и фископ и в тихий курочкин выступил там против тюменский пископ отказавшийся голосовать за путина жестко раскритиковал богатых священников сергея птушенко пусть рычат они ему венец плетут и в тихий по совести все сказал а так то это одна шайка чего еще от них ждать либералы будут говорить что он против путина молодец кгбшня будут орать что он предатель и пятая колонна наталья хоть один нашелся и в тихий сказал правду помоги ему господи защити матфея 5 10 блаженный за правду ибо их есть царство небесное блаженный вы когда будут поносить вас и гнать и всячески неправильно засловить за меня я говорил тут его выписки какие он у нас был 13 лет епископом у нас епископа здесь не было другого один он у него бедность такая что и ботинки без носков я с ним вместе пил и ел и ходил он со мной пасти овечек я когда-то вещах вас потеряевки здесь и там зимы остался огромный гурт бурт соломы мы залезли там и лежали и беседовали все рассказывал спрашивала вот это наш епископ видите какого нам бог дал подстать нам вот он один сейчас такой он теперь патриаршей туда вернулся но на покое настоятель богоявлен храма высшими познакомьтесь с ним пока он живой стихотворение прошла вчера читал сергей пупков написал тут а и гнатов сергей говорит спаси христос мне так не написать без таланта если в прозе то я бы вынес за скобки категоричность утверждения сергеем что иконы как идолы а папах среди которых есть много истинных пастырей они наемников с лютыми волками то есть отдельно бы надо сказать и так вот говорит елена таланту сергея однако стих описание здорово но я хотел тут показать это у меня загрузка идет за события дня вот некоторые у меня материалы новая по и появились я утверждать не могу их вот про епископа ептихии я вот говорил получилось тут у меня 370 страниц я набрал по это они его слова именно он видимо в контакте он или где я говорил до 10 страниц против вернул остальные кому надо подробности узнать то зайдите ко мне я ролик сброшу скайпе попросите скайпе получите все и сего страницы я взял и вот есть еще тут материал один я не знаю как вот свечи освещать как сказано я вот возьму ее сейчас и прочитаю здравствуйте тут дают они рекламу мы с 2001 года изготавливаем свечи строгое стопроцентного пчелиного воска опять же это и в тихие вот там объявления льем на формах вручную под заказ на станке свечи не трещат не плащут не коптят не падают не выделяют сравнение с парафиновыми свечами вредных веществ бензол тулуол канцерогены используем только воск из россии воск не осветляем химии размера от 15 до 40 сантиметров видимо такая длина свечек диаметр от пяти миллиметров до девятнадцати вплетаем фитиль под храм новинка маркируем фитиль цветной ниткой используем фитиль из германии под заказ цена от пятьсот пятидесяти до шестьсот восьмидесяти рублей килограмм этих свечей килограммами видимо толщина одинаковая там или нет продаем воск вот заказал у нас там много килограмм больше 30 40 такие большие шайбы как назвать не знаю и батюшка покупал туда увозил видимо рассчитывались свечные формы высылаем образцы покупаем агарки покупаем агарки то есть настоящие свечи они которые в церкви здесь зеленые синие там честность индивидуальный подход а порой и конфиденциальность гарантируем с уважением антолий кузьмин сотовый телефон 7 982 990 2141 и 8 3400 1255 49 55 ижевск телеграмма это электропочта кузьмин где в 1850 году был изобретен парафин из которого делается большинство современных свечей да парафин получает из нефти исландца массовая добыча парафина дала возможность изготавливать дешевые свечи так как он стал гораздо меньше стоил чем воск и подобные ему вещества материал для парафиновых свечей это конечно же парафин но смешанный со стеарином стеарин придает свече мягкость делает ее менее хрупкой красители применяют жировые они отлично растворяются в парафине и дают ровные насыщенные тона плоды научно-технического прогресса к сожалению не являются всегда благоприятными для людей использование большинства современных свечей может очень сильно навредить здоровью человека именно об этом я и хочу рассказать ниже и так чем же вредны парафиновые свечи во первых парафин при горении выделяет в воздух бензол и тулул очень вредны для живого организма канцерогены наряду с канцерогенным бензолом обладает мутагенным гонадотоксическим эмбриотоксическим тератогенным и аллергическими действиями тулул яд общего токсического действия вызывающие острые хронические отравления его раздражающий эффект выражен сильнее чем у бензола он вызывает эндокринные нарушения и снижает работоспособность длительный контакт с малыми дозами тулуола может оказывать влияние на кровь в силу высокой растворимости в липидах и жирах тулулул накапливается преимущественно в клетках центральной нервной системы во вторых в качестве закрепителя стойкости аромата многие производители применяют сложные соединения деятел в талант какой-то которые химики относят средней токсичной категории он может вызывать аллергические реакции экзему головокружение головную боль нарушение ритма дыхания слезотечения тошноту и рвоту это все церкви что ставят там и в алтаре и везде и вот как-то мы на пасху здесь барнауле поднимались на колокольню пасхальные дни первый день пасхи а тут стоят мешки полные агарков зеленые синие ярко-синие там ну разное воска то никакого там нету совсем никакого я вот был в америке и там и кринов кажется алексей священник он меня завел на свой маленький там ну для синода он делает свечи огромные огромные такие круги толстая парафина баки где растапливаются воска я не видел при мне все это делалось у нас делается все из воска и вот к нам одна мало знакомая такая но заезжала кажется из тальвенки село такое недалеко и она говорит а моя мама свечи льет мы заказали только чтобы ничего не добавляла воск дали ей она увезла и приводит оттуда воск весистое на это дело перевела на свечи я вижу свечи блестят я гулять чего они так блестят как так но она рассказывает как мама растапливают воски но чтобы он не прислалялся не прилипал к трубке она в трубку заливает его она его там все-то смазывает чуть ли не парафином ну чуть-чуть там кисточкой и не пойдет я и забраковал всю партию воска это свечей каких она привезла ну ходить в сарай там можно куда надо и все ни одну свечку мы даже не зажигали скажи да это все внешне ну конечно внешне понятно но однако же пчела вот серафим царовский где-то читал у него как она летает собирает все это и потом выделяет может это не он даже и говорил к этому добавляют под пчелы так можно назвать как молодая пчелы сцепившись друг с другом лапками выделяет его и висят показано как воск откуда они берут его на них он выделяется и собирается там по миллиметру по миллиграмму обладает тератогенным и мутагенным действием еще очень опасно для беременных при регулярном воздействии может поражать нервную дыхательные системы внутренние органы формами или мифа формами не знаю как это элементы крови способствовать образованию злокачественных опухолей кстати очень часто этот закрепитель используют и в парфюмерии ну кто не скажет да это реклама такая чтобы не брали не знаю говорю не знаю в третье химические стериновые и парафиновые свечи практически все содержат до 70 процентов разных добавок красителей отдушек и прочих ингредиентов при производстве свечей очень часто используются искусственные добавки ароматизаторы хорошо если эти ароматизаторы нейтрально влияет на здоровье человека существует большая вероятность того что отдушка свечи будет дешевой синтетической а значит вредный краситель тоже будет использован такой чтобы уменьшить себестоимость продукта даже если свеча ароматизируют натуральным эфирами маслами ароматизатор процессе прогорает его действие может оказаться вредным масло сильно нагревается меняется его химическая структура искажается аромат покупайте безопасность свечи из природного пчелинного воска какой гост 21 179 тире 2000 надеюсь тот кто прочитает эту статью станет более внимательным к выбору свечей берегите себя и прихожан будьте здоровы ну вот это свечах такой материал мне попался то я из интернета этого с этой тихие тут брал на его и от него же так на тесклёпок обращаются я еще раз его засчитаю к румынскому народу штефан великий не был баптистом мир щаветки не был евангелистом или адвентистом александр добрый не был свидетелем иеговы эти безумные сектанты появились сейчас ни одной из секты не было в нашей стране тогда они приходят чужби на оплаченные масонами чтобы сокрушить правую веру и затоптать истоки наши и вырвать корень нашего православного народа что говорит эфрем сирин человеком эритиком не говори в дом его не принимай за стол с ним не садись и здоровайся с ним сто шестьдесят седьмой может письмо это притечи антихриста ибо спаситель сказал ефесянам через апостола павла церковь это его тело тело христа а глава церкви христос всякий сектант отделившись от церкви отделился от христа это человек сатаны евангелие говорит в последние времена восстанут лжехристы лжепророки дадут знамение и чудеса чтобы прельстить если возможно избранных места писания даже приводит сравни марка 13 30 22 берегитесь сектантов которые раздают брошюры в поездах на вокзалах и рассылает по почте в посылках и где не увидят людей раздают им бесплатно свою отраву и книгу отраву когда увидишь книгу не имеющую благословения священного синода изображение креста бросьте в огонь и даже если это библия то есть которая не синодального перевода если она сектантская чтобы вы не почитали их иконы брось ее в огонь никакого греха на тебе не будет это отрава разбросанной притечами антихриста все отрава я не понял то ли иконы бросить то ли там написано чтобы не посчитали иконы храните веру которую вы впитали с молоком матери вашей матерей храните веру которую мы имеем две тысячи лет не идите вслед слуг сатаны которые приходят запада с миллионами долларов они подкупают глупых и непросвещенных вере чтобы разрушить единодушие румынского народа и хотят устроить великие ереси и безумство в нашей стране берегитесь этого у них есть молительные дома но там дом сатаны где нет священников архиереев там нет христа ибо спаситель дунов на апостол сказал им так примите духа святого кому простите грехи тому простятся а на ком оставите на том останутся я на 20 22 23 не сектантам сказала это апостолам и епископам и священникам ибо апостолы через возложение рук и апостольское преемство передали дар духа святого всем священникам и вселенной через хератонию и так запомните что у сектантов нет канонической иерархии нет семи святых таинств они не почитают матерь божия святой крест и нет у них спасения поэтому берегитесь сектантов ты слышишь что говорит апостол павел внимайте себе и всему стаду в котором дух святой поставил вас блюстителями вот интересно это говорит священник явно знает о чем говорит он говорит о священниках и архиереях поставил пасти церковь церковь господа и бога которую он приобрел кровью своею это деяние 20 28 двенадцать апостолам которых избрал христос он вознося с на небо сказал оставайтесь в городе иерусалиме доколе не облечетесь силой свыше вот это место надо православным просто знать это монастырь на 10 дней был основан лука 24 49 и великое воскресенье через десять дней снишел на них дух святой свыше в виде огненных языков а затем они стали говорить на всех языках сущих под небом а после того как они облеглись силой свыше он послал их говоря идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет марка 16 15 16 и так церковь христа имеет каноническую иерархию дух святой живет в церкви и глава церкви христос все сектанты оторвавшись от христа и неходящая церковь щадо антихриста и притечи сатаны не ходите след за ними и не говорите что я не показал вам истину кавычки закрыты вот скажет а вы согласны о чем тут не соглашаться то я и знаю так вот 20 уже у нас здесь антихристования я могу прочитать еще про царя николая время есть думаю каждый слышал на уроке истории про последнего русского императора из душевников советских авторов что царь был слабый не образованный алкаш не сделавший для страны ничего хорошего в общем то так и говорят а теперь смотрите как это было на самом деле от 40 пунктов он берет знал 5 иностранных языков спрашивайте какой правитель знал сегодня даже взять всю думу блестящее образование это высшее военное и высшее юридическое соединялась у него с глубокой религиозностью и знанием духовной литературы отслужил в армии имел воинское звание полковника когда генерал и фельдмаршал уговаривали его пожаловать себе хотя бы генеральское звание он отвечал вы господа моем чине не беспокойтесь вы о своей карьере думаете второе был самым спортивным русским царем с детства регулярно делал гимнастику любил плавать на байдарке совершал переходы по несколько десятков километров обожал скачки и сам участвовал в таких соревнованиях зимой с азартом играл в русский хоккей бегал на коньках был прекрасным пловцом и заявлен бильярдистом увлекался теннисом вот я это не знал третье вещей вещи и обувь царской семье переходили от старших детей к младшим сам государь был настолько скромен в личной жизни что до последних дней носил свои жениховские костюмы я считал другом месте он карандаш его ты полностью когда у него исписанный там ну такой сантиметров 5 он его отдавал сыну не покупал ему новый третья вещь и обувь царской семье так от старших значит младшим четвертое средства из лондонского банка примерно 4 миллиона рублей представьте нынешний эквивалент это миллиарды оставшиеся там ему от отца без остатка были потрачены на благотворительность пятое не было отклонено ни одной из ходатайств о помиловании дошедших до царя вот вопрос дошедших допустили нет за все время его правления вынесено и исполнено меньше смертных приговоров чем в ссср там за сколько за 13 больше лет за 23 года казнили в день чем в ссср вплоть до самой смерти сталина то есть за сколько он лет надо посмотреть там шестое количество заключенных гораздо меньше чем в ссср или российской федерации в 1908 году на 100 тысяч человек заключенных было 56 человек в сороковом году 1214 в 1949 1537 человек в 2011 там 555 седьмое число чиновников на 100 тысяч человек в 1913 году 163 человека и уже спустя сто лет жизни без царя в 2010 году было тысячи 153 на тысячу больше человек восьмое в тобольске в заключении семья ни на день не оставалось праздной государь колол дрова чистил снег ухаживал за садом солдат из крестьян увидев все это сказал да если бы дать ему кусок земли он бы себе россию своими руками обратно заработал девятое когда временщики готовили обвинения царю в измене кто-то предложил опубликовать личную переписку николай александрович и государине александра федоровна на что получил ответ нельзя тогда народ признает его святыми их в трагедии на царь не виноват когда он узнал об этом то сразу же оказал погибшим и пострадавшим большую материальную моральную помощь одиннадцать 1955 году революционеры сами начали стрелять по войскам я всегда об этом говорил и погибших было 130 человек они 5 тысяч как говорил русофоб и богоборис ленин даже тем кто в ответном огне оказался раненым была оказана мне медленно медицинская помощь все пострадавшие были доставлены в больницу а царя в этот день вообще в городе не было когда он узнал об этом оказал погибшим пострадавшим большую материальную моральную помощь из своих личных средств выплатил каждому пострадавшему компенсацию в 50 тысяч рублей это огромные деньги в то время 1905-1997 годах революции удалось предотвратить благодаря твердой воле государя а говорит он безбольный был двенадцатая создал величайшую по силе мощи и просветанию империю которая не было равных ни до ни после него 13 православная российская церковь была мощнейшей церковью в мире только в 1913 году в российской империи насчитывала 67 тысяч церквей и одна тысяча тут не написано видимо чуть попозже 275 монастырей раскинувшихся абсолютно по всей территории российской империи русская церковь обладала огромным влиянием на святое земле покровительство православным христианам не только в европе но и в азии даже в африке 14 за 20 лет его правления население россии увеличилось на 62 миллиона человек так еще не до конца его видимо это было написано раньше 62 миллиона но каждый год прибыль была по 3 по 5 даже миллионов чистая прибыль пятнадцатая проверил новую систему снаряжения пехоты лично примаршив 40 верст то есть прошел с ними никому кроме министра двора и дворцового коменданта об этом не сказал 16 сократил службу в армии до двух лет а во флоте до пяти лет 17 во время первой великой отечественной войны первая мировая постоянно выезжал на фронт да еще и часто вместе с сыном тем самым показал насколько сильно любит свой народ что не боится умереть за него и землю русскую показал что них капли не боится смерти и чего-либо другого а после еще и в тяжелейшие для русской армии время царь принял на себя верховное командование войсками пока государь возглавлял войска неприятелю не было отдано ни пяде земли войска николая не пустили войска вильгельма дальше и галиции западной малороссии украины и западной белоруссии и военные историки считают что не будь внутренней смуты революции до победы россии оставался один шаг к пленным относились как страдальцам к своим им сохранялись чины и награды денежные довольствия им сохранялись чины вот интересно а тут все разжалось срок пребывания в плену засчитывался в стаж службы из двух миллионов четыреста семнадцати тысяч пленных за войну за всю войну умерло не более пяти процентов но и сравните четыре с половиной миллиона пленных в первые же месяцы и сколько их погибло а потом приходит на 10 лет в гулаг 18 доля мобилизованных в россии была наименьшей всего лишь 39 процентов от всех мужчин в возрасте 15 до 49 лет тогда как в германии 81 процент в австралии 74 процента во франции 79 процентов в англии 50 процентов в италии 72 процента при этом на каждую тысячу жителей россии россия потеряла 11 человек германия 31 австрия 18 франция 34 англия 16 также россия едва ли не единственная не испытывала проблем с продовольствием германский немыслимо состава военный хлеб образца 1917 года в россии приснится бы никому не мог вот сам-то царь то не воевал бы по мирному то и вообще бы никто не а тут газовыми атаками сколько погубили девятнадцатая гкз банк выдавал крестьянам государственный казначейский банк большие суды 914 году на правах собственности и аренды крестьянам принадлежало сто процентов пахотных земель в азиатской россии в сибири и 90 процентов европейской части страны в сибири были устроены казенные склады сельхозоборудования снабжавшие население земледельческими машинами двадцатая сумма налогов на одного человека в 1913 году в россии было в два раза меньше чем во франции и германии и более чем четыре раза ниже чем в англии население стабильные быстро богатело заработки русских рабочих выше заработков европейских уступая в мире только заработкам американским двадцать первое с июня 1903 года предприниматели обязали выплачивать пособие пенсию потерпевшему рабочему или его семье в размере пятьдесят шестьдесят шесть процентов содержания потерпевшего в 1906 году в стране создаются рабочие профсоюзы законом от 23 июня 1912 года в россии вводилось обязательное страхование рабочих от болезней от несчастных случаев двадцать второе закон о социальном страховании был принят прежде всех европейских государств и сша самое совершенное в мире рабочее законодательство ваш император создал такое совершенное рабочее законодательство каким ни одно демократическое государство похвастаться не может кто сказал президент сша ульям тафт цена на все одни из самых низких в мире наряду с налогами на сравните с сегодняшним 25 увеличение объема бюджета более чем в три раза 26 рубль благодаря денежной реформы 1897 года стало обеспечиваться золотом россия металлическим золотом обращением обязала обязана исключительно императору николаев второму говорит кто сергей юрьевич витта 27 1908 году было введено обязательно начальное образование 1916 году грамотных в империи не менее 85 процентов накануне войны уже более 100 вузов со 150 тысячами студентов по общему их количеству российская империя занимала третье место в мире разделяя вас великобритании финансирование образование выросло за 20 лет с 25 миллионов рублей до 161 миллиона рублей это без учета земских школ расходы на которые выросли 70 миллионов в 1894 году до 300 миллионов в 1913 году всего бюджет народного просвещения вырос на 628 процентов цифра то какая-то не непонятная 628 число учащихся средних школах заведениях выросло 224 тысяч человек до 700 тысяч человек количество студентов за 20 лет удвоилось количество школьников выросло с 3 миллионов до 6 миллионов человек 1913 году в стране было 130 тысяч школ неграмотной россии перед революцией проведен закон о полной бесплатной бесплатной бесплатности образования причем не только обучение но и жизни во время обучения семинарию оканчивали за казенный счет в этот казенный счет входило все содержание питания учащихся 28 в 1900 в 1898 году вводится бесплатно медицинская помощь для того чтобы ее получить достаточно было быть просто гражданином империи этого человека никто бы как сейчас не выгнал на улице ему бы также после тщательного осмотра подробно было бы рассказано что и как нужно делать для лечения медицинская организация создана российским земством была наибольшим достижением нашей эпохи в области социальной медицины так как осуществляла бесплатную медицинскую помощь открытую каждому имела еще и глубокое воспитательное значение кто это сказал швейцарец эрисман по количеству врачей россия находилась на втором месте в европе и на третьем в мире 29 невидимыми темпами по всей россии строятся детские сады приюты родильные дома на шлешке для бездомных 30 при николае втором русский национализм был самой мощной силой в легальной политике жестко отстаивая русские интересы везде где мы соприкасались с недругами было множество организаций некоторых партий и всякого рода патриотических движений от союза русского народа и всероссийского национального союза до местных организаций широкой сетью покрывавших всю страну куда русский человек мог пойти и рассказать о своей беде попросить о помощи если кто-то объезжает но тут я маленько мог бы сказать союз русского народа а черная сотня евреев то громили в одессе и везде про это тоже надо было сказать и царю стоило сказать еще кто-нибудь еврейский погром устроит висеть будет на осине почему он этого не сделал тоже надо бы рассказать 31 быстро росла промышленность с 1890 года по 1913 год ввп внутренней панцетална вырос в 4 раза добыча каменного угля возросла в 5 раз за 20 лет выплавка щегуна за это время возросла в 4 раза добыча меди и марганца в 5 раз инвестиции в основной капитал машиностроительных заводов с 1911 по 1914 возросли на 80 процентов за три года за 20 лет удвоилась протяженно железных дорог и телеграфных сетей за это же время удвоил свой тоннаш и без того самый большой в мире речной и торговый флот быстро шел рост механизации промышленности в 1901 году в сша добыто 9 миллионов 920 тысяч тонн а в россии 12 миллионов 120 тысяч тонн нефти в период с 1908 по 1913 год рост производительности труда промышленности опередили по соответствующим показателям сша англию германию слава иисусу христу германия результатом где так долгое время считавшиеся индустриальными гигантами результатом деятельности царя стала удивительная экономическая устойчивость в период мирового экономического кризиса 1911 12 годов россия наоборот оказалась на подъеме сырую нефть при царе вывозить за границу было нельзя а вырученные средства шли на развитие отечественной промышленности в 1914 году по просьбе сша царская россия направила к американцам около двух тысяч русских инженеров для создания тяжелой военной промышленности 34 темпы роста национального дохода первое место в мире 35 темпы роста производительности труда первое место в мире уровень концентрации производства первое место в мире концентрации где-то в каком-то месте не знаю крупнейший в мире экспортер продукции текстильной промышленности один из крупнейших в мире производителей продукции цветной и черной металлургии один из крупнейших в мире производителей продукции машиностроения Одна из крупнейших в мире стран по объему добычи угля. Тридцать пятый пункт. Трупнейший в мире экспортер зерновых культур. Льна, яйца, молока, масла, мяса, сахара и прочее. Урожай зерновых на одну треть больше урожаев Аргентины, США и Канады вместе взятых. Ну и сравните с сегодняшним. Тридцать шестое. Рост производства зерна в два раза. Урожайность увеличилась более чем в полтора раза. Тридцать седьмой. Поголовье крупного рогатого скота выросло на 60%. Первое место в мире по количеству лошадей крупного рогатого скота, овец и одно из первых по количеству коз и свиней. Тридцать восемь. Зачастую без единого выстрела присоединились, либо стали протекторатами следующей территории. Северная Маньчжурия, Тяньзинь, Северный Иран, Уранхайский край, Галиция, Львовская, Перемышевская, Тернопольская и Черновицкая губернии, Западная Армения. Идет масштабное и быстрое освоение Сибири, Казахстана и Дальнего Востока. Тридцать девятое. Государь стоял вне и выше интересов отдельной группы слоевого населения. Экономические реформы, как и алкогольные, проводились старьем лично. Да зачем проводить-то? Запретил бы все, как у мусульман. Вот это-то, алкогольная-то, зачем она нужна была? Иногда и наперекор думе. Автором всех преобразований был Николай Александрович, вопреки всем бытующим мифам об обратном. Четвертое. Свобода прессы, свобода слова, свободы. Столько, сколько не было ни до, ни после его правления. И сорок первое. Объем золотого запаса крупнейший в мире. Русский золотой рубль – самая твердая валюта в мире, даже по сей день. Сорок два. Одни из самых высоких в мире темпы строительства железной дороги. СССР так к ним и не приблизился. Сорок третье. Одна из сильнейших армий в мире, которая к тому же быстро развивается. Лучшие в мире винтовки Мосина. Одни из лучших в мире пулеметы Максим 1910 года. Доработанная Российской империей. И один из лучших в мире полевых орудий калибра 76 мм. Вот все это против царя и обратилось. Показывает, как этот Максим стреляет на Тачанке, Ростовщанке. Сорок четвертое. Русский военный воздушный флот. Зародившийся только в 1990 году. Имел уже 263 самолета. И являлся самым большим авиационным флотом в мире. К осени 1917-го количество самолетов возросло до 745-е. К 1917 году военно-морской флот один из сильнейших в мире. Лучшие в мире эсминцы. И одни из лучших в мире линкорны. Лучшие в мире мины. И тактика минных постановок. Но этим-то хвалиться бы не надо совсем даже. В 46-е построена Великая Сибирская магистраль. В 47-е Гагский международный суд. Это детище Николая II. В 48-е потребление алкоголя на душу населения. Одно из самых низких в мире. В Европе пили меньше только в Норвегии. Да запретил бы и все. К этому скажу. Ну вот 48 уже перечислили. 49. Число психических больных на 100 тысяч человек в 1913 году составляло 187 человек. И уже спустя 100 лет жизни без царя в 2010-м 5598. То есть дурдом. 50-е. Число самоубийств на 100 тысяч человек в 2012 году 4,4 десятых. И спустя 100 лет жизни без царя в 2009-м году 29-м 51-м. Нет никаких проблем с инфляцией и безработицей. Насколько и та, и та практически полностью отсутствуют. 52. Уровень преступности ниже, чем в США и странах Западной Европы. На состоявшемся в 1913 году в Швейцарии на Международном съезде криминалистов русская сыскная полиция была признана лучшей в мире по раскрываемости преступлений. Вот это да. 53. Невиданный рассвет русской культуры, такого мощного, головокружительного взлета русской живописи, русского архитектурного зодчества, русской литературы и русской музыки не знала ни одна страна. Известный французский писатель, литературный критик Поль Валерий назвал русскую культуру начала 20-го века одним из чудес света. 54. Рассвет русской философии и науки. 55. Изобретенный в Первые меры беспроводный телеграф, вертолеты-бомбардировщик, телевизоры, телевидение, телевещание, самолеты из штурмовик, первая кинохроника, трамвай, гидроэлектростанция, электроплуг, подводная лодка, ранцевый парашют, радио, электролучевая трубка, электронный микроскоп, автомат, порошковый огнетушитель, астрономические часы, электромагниты и сейсмограф, наука и сейсмология, электромобиль, электрический омнибус, электрическая подвесная дорога, подводный минный заградитель, гидросамолет, корабль, способный преодолевать арктические льды. Одни из первых нашли способ делать цветные фотографии и первые в мире научились делать их высокого качества. 56. Впервые в России изобретен автомобиль, мотоцикл, двухэтажный вагон, дирижабель. 57. Автомобильная промышленность была на уровне немецкой, авиационной на уровне американской, а одни из лучших в мире паровозы. Серия автомобилей Руссо Балт, выпускавшаяся 1909 года, была на мировом уровне, как по дизайну, так и по эксплуатационным качествам. Отличались прочностью и надежностью, свидетельством, чему служили им успехи в ралли и дальних пробегах, в частности, на международных ралли Монте-Карло и Сан-Себастьян. 58. 58. Двое из пяти основателей Голливуда прибыли из России. Знаменитый аромат Channel No. 5 придумала не Coca Chanel, а русский парфюмер-эмигрант Веригин. Двигатель до фирмы Daimler разработал русский инженер Борис Луцкой. Гоночный Мерседес 120П с 1996 года оснащался рядным шестицилиндровым двигателем, также изобретенным Луцким. 59. Все это было сделано и достигнуто без террора, раскулачивания, разграбления крестьян, без лагерей с рабами, без десятков миллионов уничтоженных русских людей. 60. 60. От престола так и не отрекся, даже несмотря на колоссальное предательство всех и вся, как он сам писал, кругом измена, трусость и обман. 60. В итоге ритуально убит вместе с семьей, не оставив родины, хотя мог легко уехать за границу и жить припевающе. С заговорщиками составлен поддельный манифест якобы его отречения, которое является полнейшей фальшивкой. В архивах Российской Федерации нет ни одного документа, подтверждающего правоту мифа об отречении. Есть напечатанная бумажка, подписанная карандашом, составленная непонятно как. Нет ни одного другого документа, который бы Николай подписывал карандашом. Также исследован почерк, который отличался. Ну, я думаю, все-таки отрекся. Зачем бы приехали? И Шульгин об этом пишет, Виталий. И по смыслу, что ради того, чтобы родину защитить, его просили об этом и вратовья, и дерья, все-таки, видимо, отрекся. Я думаю, так. Ну, вот, можно сказать, все. Показать еще, если наши ресурсы. Это мой мир, вот я люблю, показываю. Очень хороший. Только там, где я в шапке без голубя писать. Вот ленточный православный форум Игнатия Лапкина. А вот это вот, сейчас я покажу. Загрузка идет. Вот, ладно. Во свете Библии. Православный библейский сайт и православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Тут 13 150 примерно наших видеороликов. Вот. Ну, все на этом. Богу слава. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.